Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я продолжаю вам описывать различные сорта томатов, которые я выращиваю. Вот сейчас я петрушу показывала, но его снимала для серии самые урожайные сибирские сорта. Но тут же рядом лежали очаровательные вот эти вот алые свечи, и я не могу пройти мимо их. Я хотела их потом вам в теплице показать, но там я покажу, как они растут, потому что они высокие, они у меня в теплице. А сейчас я просто расскажу о характеристиках сорта, потому что мимо вот этих томатов пройти невозможно. Вы посмотрите, какие очаровашки. Этот носик такой, красота, алые, такие как, ну они пальчиковые, не пальчиковые, как сигаровидные или как. Сейчас посмотрим, как их... Кстати, тоже пачка со снежинкой, тоже можно выращивать и в сибирском регионе, и во всех других. Читаем. Алые свечи, новинка, стопроцентное завязывание плодов. Отличный новый среднеранний розовоплодный сорт для теплиц и плёночных укрытий. Растения высокорослые, пасынки растут параллельно главному стеблю, все растения опоясаны гирляндовидными кистями аккуратных, ровных, цилиндрических с носиком плодов. Масса из 100-120 грамм, томаты сахаристые и плотные, очень напоминают по форме... А, вот в сигару, но толстенькие гаванские сигары, значит всё-таки это сигаровидный. Значительным плюсом при оценке данного сорта является практически стопроцентная завязываемость плодов в кисти и по ярусам. Как и многие розовоплодные сорта, алые свечи замечательно вкусны в свежем виде. Кроме того, сорт хорош для засола и консервирования. На 1 квадратный метр 4 растения, в 2-3 стебля с подвязкой. Вот тут сказано про пасынки, что они идут как-то параллельно стеблю. Я вот на этих, как я уже всегда говорила, если они мелкоплодные и укропнения плодов мне не нужно, я вот эти дополнительные, которые пасынки вырастают как основной стебель, я их не удаляю. И вот алые свечи, я тоже сильно много их не удаляла. И получилось, что они вот эти гирлянды, вот этих, как сказать, плодов, они да, висят на протяжении всего этого. Он вырос 2 метра до высоты теплицы. Потом он вот так вот, они загнулись и пошли еще повдоль, под крышей, до центра теплицы, еще они протянулись вот так. Они, наверное, могут вырасти и 3 метра, если бы была возможность у них. Очень красивое зрелище, но там сейчас вот только зеленые плоды, я потом попозже в открытом грунте соберу весь урожай, я зайду туда, покажу вам, как они растут. Ну, конечно, зрелище такое, очень приятное, незабываемое. Вот эти алые сосиски висят, висят, висят. Знаете, напоминает, какой сорт. Вот показывают все банановые ноги, что их много кистей, много-много-много, но там у нее они растянуты как-то в ширину, а это у меня они просто вот так снизу-доверху схвачены все вместе, там 3 или 4 ствола стебля, и на каждых вот эти вот алые сардельки. Вот чем-то напоминает банановые ноги, только те желтые, они, кстати, и по форме плода напоминают, и вот по форме произрастания точно так же. Они вот кисти, 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 если не удалять лишние вот эти, у меня 3, по-моему, или 4, я даже там не считала стволов, получается очень много кистей, ну и, конечно, красота плода тоже много значит. Вот написано, что там хоть в баночку консервировать, хоть кушать, они такие алые, красивые, аккуратные, естественно, что у них нет никаких уродливых, и вообще, как вы видите, что сколько томатов я не приношу, все плоды целые, все плоды такие ровненькие, здоровые, нынче хорошее теплое лето, не было сильно сырости, нет ни гнилых плодов, ни черных, никаких, и все плоды очень-очень сладкие. Я даже, вот мои видеообзоры даже уже похожи на какие-то, как вам сказать, на такие хвалебные речи, что вот хвалю-хвалю-хвалю, но нынче все томаты уродились из-за того, что у нас было жаркое солнечное лето, действительно, все сладкие, даже скороспелки, все мясистые получились, нет такого, что водянистые, или что обычно, когда дождливое лето, вот красота такая, неописуемая, вот я сколько не приношу, я же вам показывала, вот новые добавились, вот жаростойкий, вырос нынче тоже такой красивый, сладкий, вот петруша, там эти, ой, сейчас поверну камеру, если не отключится, ай, там вон пузата хата с открытого грунта, вот эту вот сняла, в теплице еще не трогала, сибирское яблоко, гордость в Сибири, какую не покушаешь, прям все сладкие такие томаты, ладно, не буду отвлекаться, вот это алые свечи, кого интересуют вот такие с продолжительным плодоношением, у меня сейчас в теплице до сих пор, они все еще увешаны вот этими зелеными сардельками, оставлю их, пусть спеют, вот это высокорослый, двухметровый, индотерминатный сорт, алые свечи, которые подходят идеально и для консервирования, и для еды, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это обзор всех-всех сортов томатов, которые я нынче выращиваю. Субтитры сделал DimaTorzok